Итак, мы занимаемся с вами восходящими методами разбора, методами разбора типа переноса свертка. И на прошлой лекции мы с вами обсудили в целом, как устроен такой метод разбора. Но нам было совершенно непонятно, почему он устроен, в смысле, как принять решение переноса или свертка. Сегодня мы с вами начнем знакомиться с тем, как принять такое решение. Наша, вот эта часть, будет организована следующим образом. На сегодняшней лекции мы рассмотрим пример, не пример, рассмотрим алгоритм, как это сделать. А на следующей лекции мы попробуем немножко поговорить о доказательстве этого, потому что тут вот в отличие от LL-разбора, где можно, где доказательство непосредственно связано с самим алгоритмом, тут немножко все хуже. Тут как бы алгоритм он такой достаточно сложный и запись доказательства прям этого алгоритма в процессе было бы не очень удобно. Так, ну давайте смотреть, значит, что мы хотим? Давайте рассмотрим, значит, вот пусть у нас есть какая-то грамматика. Ну давайте сделаем чуть более простую грамматику, например, грамматику правильных скобочных поставить. Давайте на более игрушечном примере поэкспериментируем. Значит, чем альфметические выражения? Альфметические выражения там огромная, конечно, грамматика получается, знаете. Итак, ну вот из S S, S, S и S. Так, это неоднозначная, неоднозначная не получится. Какая-то однозначная грамматика для правильных скобочных поставок. S в скобках S, S и S в веб. Правильно? Значит, определение. LR0 ситуация или LR0 пунктом или LR0 item по-английски. называется пара из правила и позиции в его правой части. Эта точка показывает позицию. Мы будем считать, что у нас количество позиций равно длине правой части плюс 1. То есть, если у нас есть, допустим, смотрите, вот у нас есть из А в какой-то x1, x2 и так далее xk. Вот тут у нас, думаю, считать, что этому правилу соответствует k плюс 1 lr0 ситуация. Вот здесь, вот здесь позиция в правой части между двумя символами. Не символ, а между ними. Ну и в черпере или пустот. Вот здесь и так далее, вот здесь. Аплес 1. Это визуализируется вот так. То есть, если вот мы можем поставить точку здесь, 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 здесь и так далее. Это вам должно, если кто-то из вас алгоритм RL знает, там как раз такая штука используется. тоже lr0 ситуация в определенном смысле. Вот, 31 зрители у нас не плохо. Здесь все тоже смотрят, поэтому результат нулевой, да? Итак, значит, соответственно, что мы будем, зачем мы будем использовать lr0 ситуацию? Смотрите, мы, напомню, как работает алгоритм типа перенос свертка. Вот у нас есть рабочий стек и у нас есть входной стек. Ну, он на самом деле не стек, а как это назвать? Полу-стек такой, с которым он только попать, нельзя пушить. Значит, вот тут есть входная шпатина с токеном и мы делаем либо перенос, либо свертка. Вот давайте сделаем следующее. Давайте построим конечный автомат по поиску основ. Что такое основа? Смотрите, когда мы вот здесь у нас лежит какая-то строчка, у нее есть какой-то суффикс. Будем называть, вот пусть у нас в рабочем стеке лежит строка альфа. Будем называть ее суффикс бета-основой. Если существует такое содержимое вот этого стека входного, что, учитывая содержимое строки альфа и вот это существует такое содержимое правого стека, что можно, свернув вот эту правую часть в левую часть некоторого правила, закончить разбор корректно, чтобы у нас получилась в результате свертка до стартового нетерминала. Давайте формально напишем. Значит, пусть у нас наша в левом стеке говорит альфа. Альфа равно бета-гамма. Гамма называется основой. если существует t такое, что и, а также правило из а в гамма нашей грамматике, что есть из s, мы можем вывести альфа а, t 0 или большего подачи, альфа, гамма, бета-гамма, да, бета-гамма, да, 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 бета-гамма. Напоминаю, что мы этот разбор с конца делаем, да, и поэтому мы ну как бы дальше мы что-то там разберем, какую-то строчку, да, ну, вот эта альфа, она откуда-то взялась, там что-то уже сворачивали, было как строчка x, это неважно, это с точки зрения вот этого места уже неважно, потому что этот x уже свернут в альфу. А нам важно, что какой суффикс альфа мы можем свернуть, чтобы мы дальше могли свернуть до конца. Так, вот это основа. Давайте искать основу с помощью конечного автомата. Смотрите, мы построим этот автомат следующим образом. Вот у нас есть вот эти LR0 ситуации, эти LR0 ситуации, это будут состояние нашего автомата. Ну, соответственно, у нас какие будут, значит, здесь в этом примере состояние. Сколько у нас, во-первых, будет в нем состояние? Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эпизонт стоит строка, у него нет переда после него. окей, соответственно, вот у нас, да, традиционно, как я уже говорил, в алгоритмах, теперь у нас свертка добавляется еще старт, то есть, эффективный не терминал сштрих в с, да, такое правило, соответственно, на самом деле, еще будет еще два состояния, все, восемь получится. Давайте, значит, и состояние нарисуем. Значит, вот у нас есть с текст. Штрих в точка s, с штрих в с точка, дальше, с в, за что? В точка в скобках s, s, с в, скобка откроется, с точка s, скобка закрывается s, s в скобках s, точка в скобках закрывается s, так, блин, и так далее. Чуть-чуть не влезает у нас по ширине. Уплотним. Уплотним. Даже эта грамматика очень большая. Итак, с в скобках открывается точка, s в скобках s, s в скобках s, точка скобка закрывается s. Так, что там дальше? s в скобках s в скобках s в точка s, и s в точка. Так, и последняя, как бы, цепочка такая в наших состоянии, это получается очень короткая цепочка, s в точку. Теперь, какие переходы? Смотрите, если у нас точка стоит перед каким-то символом, неважно терминалом или нет терминалом, я напомню, что мы собираемся сейчас искать по, искать в нашем левом стеке основу с помощью автомата нашу, поэтому там могут быть и терминалы, и нет терминалов, там же результат свертки уже лежит. Это в правом стеке, у нас только терминалы, наш вход, наши токены, а в левом стеке у нас есть все, что угодно. Поэтому у нас алфавит этого автомата, алфавит этого автомата, ну, давайте его назовем, sigma a. Он равен входному алфавиту нашему, а в нить с этой. Соответственно, переходы, если точка стоит перед каким-то символом, то по этому символу мы переходим в этом же правиле в следующую ситуацию. То есть вот здесь по s сюда, здесь по скобке сюда, по s сюда, по скобке сюда, по s. Так, и теперь, значит, последнее, это что мы по epsilon переходим, если у нас точка стоит перед ней терминалом, то мы по epsilon переходим в начало всех правил, которые, начинаются с этого не терминала, который в левой части, это не терминал. То есть вот здесь точка стоит перед d, соответственно, с epsilon переходом сюда и сюда. Значит, тут точка, в конце нет никого epsilon перехода. Тут точка стоит перед d, соответственно, мы делаем epsilon переход сюда и сюда, тут точка перед скобкой ничего нет, тукса тоже нет, тут перед d, поэтому epsilon переходит сюда и сюда, и тут точка стоит не перед d, мы получили с вами на самом деле недетерминированный автомат, и пока не понятно, во-первых, мне нужно еще стартовое состояние выделить, видим стартовое состояние, вот оно, и терминальное состояние это те, которых точка стоит в конце, то есть это вот это, и вот тогда, и вот тогда. Так, вот мы получили с вами недетерминированный автомат по поиску основ. Можно еще раз как и все переходы провели? Если позиция перед нетерминалом, то мы из нее делаем epsilon переход, стартовые позиции, стартовые ситуации правил, и левая часть это не терминал, но тут не терминал с 1, это s, поэтому вот у него есть два правила, есть у них делается в общем переход, вот здесь перед s стоит позиция, вот здесь, соответственно, здесь мы делаем в общем переходы, вот начальные переходы в этих строках. Что? Это алказм. хорошо. Так, теперь значит, теперь значит, ну давайте попробуем воспользоваться автоматом, посмотрим, что будет. Сейчас мы оцениваем кубочную последовательность. Ну давайте возьмем, скажем, скобка, 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 скобка. Так, значит, итак, как пользоваться этим автоматом? Ну, во-первых, он отдетерминизирует, но это пока отложим. Мы пока вспомним, как недетерминированно, потом детерминизируем. Значит, мы берем и делаем так. У нас есть рабочий наш стек, он в начале пуст, и есть наш входной стек. Мы пытаемся, начинаем с рабочего стека и ищем строку, которая у нас находится в рабочем стеке, загоняем в наш автомат и смотрим, что будет. Давайте начнем. Так, синий марки. Так, только я знаю, что на записи не видно, что он синий. Значит, мы начинаем вот здесь. Итак, куда мы доходим по эпсилон переходам? По эпсилон переходам мы доходим до ну вот у нас эпсилон, да? Смотрите, вообще, давайте вспомним, как есть алгоритм проверки того, что слово допускается недетерминированно автоматом. Мы начинаем и каждый раз по всем символам, которые у нас есть, мы переходим во все возможные новые состояния. Как это вообще говоря, мы эпсилон переходами такой автомат не проходили, как им делать. мы всегда устраняли эпсилон переход, но это не будем их устранять, а точно так же возможность. просто если у нас есть эпсилон переходы, давайте по ним тоже перейдем. То есть, делаем такое параллельное эпсилон замыкание и детерминизацию. Вот вначале мы находимся здесь. Давайте сразу посмотрим, куда мы можем по эпсилон переходам дойти. Мы можем сюда дойти и сюда дойти. окей, соответственно, вот теперь мы здесь, 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 вот это куда мы дошли по эпсилон. Теперь возможно две, два случая ситуации. Если мы находимся только в терминальном состоянии в одном после нашего перехода, то мы должны сделать свертку. Если мы находимся только в нетерминальных состояниях, то мы должны сделать перенос. Если мы находимся и в терминальных, и в нетерминальных, то у нас конфликт перенос свертка, а если мы находимся в двух или более терминальных, то это называется конфликт перенос перенос. Вот тут мы недалеко ушли, сразу мы находимся одновременно в терминальном и нетерминальном. С чем это связано? На самом деле это связано с тем, что наша грамматика, даже вот эта тупейшая грамматика правых скобочных последовательностей, она не является так называемой LR0 грамматикой. Помню определение, LRK грамматики, это если мы, зная всю правую часть и следующий K символов, знаем, во что ее свернуть. Здесь вот этот автомат, он был бы пригоден, если бы была LR0 грамматика, она не LR0, потому что вот мы сейчас не знаем, если строка кончилась, то надо это свернуть в S, тогда мы пустую строчку, а если не кончилась, то надо, понятно, сделать перенос. Поэтому эта грамматика LR0 грамматика не является, дайте какую-нибудь... Попробуем придумать эвристику, как бы нам все-таки решить. Вот сейчас, если мы, допустим, на первый символ посмотрим на нашу следующую, и попробуем эвристически понять, нам перенос сделать или свертку, вот что бы вы сделали. Перенос, почему мы это такое делаем? Потому что если мы взяли свертку в S, то мы что получим? Как бы у нас будет S... Так, где там наши модераторы? Значит, если мы свернем в S, то у нас получится, что мы должны из S как-то вывести строчку S, и дальше какую-то правильную скобочную последовательность. Ну, у вас ускобки начинающиеся. Но скобка не может идти после S, мы дальше не сможем ничего свернуть здесь. Вот, соответственно, получается, что... Как мы это можем проверить? Какой инструмент у нас есть, правда, из другой темы, из темы... нисходящего разбора, который нам может позволить вот такую ситуацию отсечь. Почему? Вот мы точно знаем, что так не может получиться. Но в follow от S нет скобки. Поэтому вот эта скобка здесь, она нам как бы подсказывает в некотором смысле, что плохо, что нельзя делать сейчас свертку, потому что будет кирдык. Мы попадем вне... Ну, это точно не основа, на самом деле. Вот, смотрите, LR0-анализ почти никогда невозможен. Почти для любой грамматики знание только правой части и незнание следующего символа недостаточно для того, чтобы принять решение свертку. Вот, как мы видим, даже на правых, на правильных скобочных последностях. Потому что в это знание, в частности, вообще справильных скобочных последностей совсем тупо, вообще говоря. Понятно, что там почти всегда все понятно, что делать, перенос или свертку. Но вот закончилось или не закончилось еще последнее, в самом начале, вот нас парадоксальным образом, эта ситуация такая. И поэтому обычно, когда делают LR0-анализ, то его чуть-чуть усиливает. Получая так называемый SLR-анализ. S от слова simple. Simple LR-анализ — это разновидность LR0-анализов, в которой конфликты типа перенос свертка решаются с помощью follow. Ну и свертка-свертка некоторые тоже могут решаться с помощью follow, хотя и не так, как бы часто это было. Значит, итак, в SLR-анализе происходит следующее. Мы берем вот этот вот, наш рабочий стек, скармливаем его нашему автомату. Посмотрим, в каких состояниях мы оказались. Если мы оказались только в терминальном одном, это свертка. Поэтому правду. Если мы оказались только в нетерминальных, возможно, в нескольких, это перенос. Если мы оказались и в терминальных, и в нетерминальных, то для каждого, ну, либо в нескольких терминальных. То есть, короче говоря, если неверно, если есть хотя бы одно терминальное, и неверно, что только оно одно есть. Хотя эту амористику можно использовать, даже если есть только одно одно. То мы смотрим follow левой части всех терминальных состояний, в котором мы оказались. Если следующий символ лежит только в одном, ровно в одном из этих follow, то мы сворачиваем по этому правилу. Если он не лежит ни в одном follow, то мы делаем перенос. Если он лежит сразу в нескольких follow, то у нас конфликт типа свертка-свертка неустранимый с помощью SLR-анализ. Этот метод эвристический, он не является формальным полноценным LR1-анализом. То есть, когда мы смотрим типа на один следующий символ, но не полностью его рассматриваем. В следующей серии, как бы сегодня же, чуть позже, мы посмотрим на более сложный вид этого автомата, когда мы уже полностью пытаемся учесть этот символ предпросмотра LR1-анализ. Но пока давайте ограничимся SLR-анализом. Итак, ну давайте построим follow. Плага follow не слишком большой у нас грамматика, можно построить follow. Значит, сштрих и с у нас есть не терминалы, надо построить follow. Ну, first можно было бы еще построить. Нам не нужно, не будем вот так вот в этом строить. Зачем строить то, что нам не нужно. Итак, как построить follow? Ну, например, штрих. Что follow в сштриха входит? Как с может войти в follow от сштриха, если с это не терминал, только с терминалов и конца? Ответ? Никак. Так, что в follow от с входит? Закрываешь скобкой и доллар отправим. Ну, это можно по алгоритму посчитать, если хотите. Значит, вот здесь после с ничего нет, поэтому follow от с это то же самое, что follow от сштриха. Добавляем туда. Здесь после с скобка добавляем в скобку. Здесь после с ничего копируем с. Здесь в правой части с не встречу. Так, соответственно, ну вот, хорошо, вернемся к этой нашей ситуации. Вот мы, значит, находимся вот здесь. И вот такая у нас картина. Смотрим, вот мы в двух нетерминальных и в одной терминальной. Надо ли нам сворачивать по терминальной? Нет, потому что следующий символ, который мы видим, это открываешь скобка. Скобка в follow от с не входит. Поэтому мы принимаем решение делать перенос. Делаем перенос. Хорошо. И открываешь скобку прямо здесь. Хорошо, а теперь здесь. Снова. Теперь мы один шаг сделали. Смотрите, какой большой прогресс. Маленький шаг для человека. Но такой большой шаг для 0 анализа. Следующее действие. Вот мы находимся. У нас в левом стеке откроешь скобка. Итак, вначале мы здесь сделаем промоушен по эпизодам перехода. Вот мы здесь окажемся. Теперь следующий шаг. Мы с каждым скобку. Смотрите, как вне дитеринальной автоматики сделать переход. Надо из каждого состояния, в котором можем быть, попробовать перейти и объединить с отверщим множеством. Отсюда по скобке перехода нет. Отсюда по скобке сюда. Давайте вот новая. Значит, вот здесь мы были после нулевом шаге. Здесь на первом. Так, отсюда по скобке перехода нет. Смотрите, мы теперь находимся, вот несмотря на то, что автомат у нас недетерминированный, мы оказались ровно в одном состоянии. Вот в этом. А, да-да. И из него делаем еще переход по эпизодам. Значит, смотрим. Теперь мы... И назад. Я не прав. Вы правдываются. Значит, теперь мы находимся вот в этих трех хороших состояниях. И мы... Значит, что у нас есть? У нас есть одно из них терминальное, и два нетерминальные. Смотрим следующий шаг. Открываешь скобку. Открываешь скобку. Когда мы сделали перенос, то очень легко скормить эту строчку автомат. автомату, потому что не нужно пытаться ее сначала отслеживать. Первые шаги-то будут очень такими же. Нужно из того последнего места, где мы оказались, взять просто еще один шаг. Согласны? Окей, делаем. Значит, вот мы вот здесь, здесь и здесь. И у нас открываешь скобка. Что будет? Отсюда... Нет, перехода по открой скобке. Отсюда. Нет, перехода по открой скобке. На самом деле, если вы теперь посмотрите на логику процесса, то вы понимаете, что это и есть самое, что не есть нормальная ситуация. Вот мы находимся вот здесь, перед этим S. В каком-то правиле. Давайте посмотрим, чему это соответствует с точки зрения дерева разбора нашего потенциального. Вот мы вначале были вот здесь, во штиф S. Вот здесь. Теперь мы, ну, эпицином перехода соответствует тому, что мы сделали какую-то гипотезу. Во что у нас открывается, раскрывается S? Я вижу вопрос в чате. Сейчас ответим. У нас есть два варианта, поэтому мы недетерминированно как бы рассмотрели одновременно два дерева разбора. Это S раскроется. Собственно, в этом смысл есть весь нашего детерминизма, нашего автомата. Не детерминизма, а нашего автомата. Вот первый вариант, что мы решили, что S раскроется по этому правилу. В скобках S. Второй вариант, что мы решили, что S раскроется по этому правилу. Теперь мы получили, и вот было наше состояние, да? Вот оно из этих трех как бы виртуальных деревьев разбора состояло на самом деле. Значит, теперь мы решили взять перенос, перенесли скобку. Вот это дерево разбора мы отсекли, потому что мы решили, что так дальше скобка, а не поэтому оно не может иметь смысла. Мы, считав эту скобку, как бы перешли сюда и находимся таким образом вот в этом состоянии. Вот это больше не работает, не нужно. Значит, и здесь опять мы сделали две гипотезы, что именно произошло с S. Вариант номер один, что оно в Epson, вариант номер два, что оно, давайте вот я просто другим цветом нарисую, вариант номер два, что оно раскрылось в скобках S. И вот здесь бы у нас, вот здесь. Теперь мы увидели, смотрите, если бы мы увидели, закрываешь скобку из Fallout S, то мы бы там сделали свертку. И вот здесь бы у нас произошло превращение в Epson S. Я бы сам бы странился в S, тут бы привелся S, но это у нас сейчас произойдет, не страшно. А в этом случае, мы выбрали этот случай, поскольку там была не закрывающая скобка, а не символ низ в Fallout S. Поэтому мы оказались в вот этой ситуации, сделали перенос, вот у нас появилась вот эта скобка. Вот здесь мы теперь находимся, вот здесь. И окей, ну скармливаем эту скобку, снова оказались в этом состоянии. У нас снова как бы тут два виртуальных варианта, либо Epson, либо скобка S. И вот теперь, смотрите, самое интересное. Скобка закрывающая. Вот здесь, здесь, здесь. Что нам сделать, скобка закрывающая? Смотрите, в самом деле, дайте мысль нападу. Вот если мы сейчас сделаем перенос, что будет? Мы позакрывающие скобки, отсюда можем пойти. Никуда. Отсюда можем пойти. Никуда. Отсюда можем пойти. Никуда. Мы сдохнем. А вот если мы сделаем свертку, то все как раз хорошо. Мы тогда вот здесь свернем. Скобка лежит follow от S. Поэтому еще ничего не испортится. Тогда мы перенесем, не перенесем. Хорошо, сворачиваем. Свертка по этому правилу заключается в чем? Мы Epson сворачиваем в S. Вау, здесь появляется S, казалось бы, ниоткуда. Так, теперь, ну все, свернули, молодцы. Продолжаем. Значит, что это, как бы, теперь здесь. Теперь мы скармливаем вот эту строчку снова автоматом. На первые две скобки. Тут уже не столь очевидно, как бы. Мы Epson свернули, поэтому просто снова с того же места добавили S. Но, вообще говоря, если бы мы не Epson свернули, а хоть другой суффикс, то тут была бы немножко другая история. Эту историю мы увидим чуть позже на следующем примере. Значит, начинаем отсюда, вот снова с этих двоек. И теперь у нас на входе S. Отсюда по S мы никуда. Отсюда по S мы вот сюда. Отсюда по S мы никуда. Поэтому теперь мы находимся только здесь. Наконец, мы в ситуации оказались, в которой только перенос. Возможно, нет никаких инсинуаций. Даже LR0 анализ говорит, что переноси. Не нужно смотреть даже на follow. Переносим. Окей. Перенос. Отсюда позакрываешь скобки. Куда мы идем? 4. Ну, тут нет вариантов. И дальше по Epson правилам тоже сюда. И сюда. Хорошо. Ну, прекрасно. Значит, смотрите. Вот здесь как бы перенос. Рассматриваются варианты. Вот здесь рассматриваются варианты переноса. Здесь рассматриваются варианты свертки. Следующий символ. Закрываешь скобку. Закрываешь скобку. Скобка лежит в follow. А из переносов у нас, кстати, нет вариантов перетипа закрывающей скобку. Поэтому мы делаем свертку. Опять бедная эпсиона сворачивается в S. И мы делаем переход. Теперь отслеживаем снова вот эту строчку в нашем автомате. Как мы ее отслеживаем? Но опять же, у нас до четвертого места уже отслежено. Пятое. Вот отсюда переход по S. Отсюда перехода по S нет. Отсюда перехода по S нет. Отсюда переход по S сюда. И тут наконец вот у нас ситуация LR0 как бы уже нам говорит, уже что сворачивает. То есть не нужно даже помощи SLR. Потому что мы только находимся в терминальном состоянии, в котором свертка. И тут вот уже интересно. Смотрите. Утверждается, что если мы попали в терминальное состояние в этом автомате, то нет никаких опций на самом деле уже у нас. Мы сворачиваем и всегда можем свернуть. Ну почему? Мы же как-то, смотрите, мы вот эту строчку отследив, мы как-то дошли в этом автомате. Значит, шаги бывают только назад в начало и вправо по строке. Раз мы в конце оказались вот этим терминальным, значит, суффикс нашей строки, который лежит в рабочем стеке, равен правой части правила, в терминальном состоянии которого мы оказались. Это понятно? Значит, можно свернуть, сворачиваем. Значит, сворачиваем эту всю бату. Значит, как это все выглядит с точки зрения дерева разбора. Вот тут мы рисовали как бы гипотетические деревья разбора, которые перебирает мысленно наш автомат. Но на самом деле у нас есть настоящее дерево разбора, которое мы строим. Оно, кстати, строилось так. При переносе мы создавали лист для него, а при свертке мы создавали... Теперь мы перенесли сюда это, создали это сон в с. И теперь у нас свертка, будто мы создали вот эту с. Вот эти листья все еще у них нету родителей. Вот у этого листа все еще нет родителей. А эти листья все еще не создали. Так, теперь смотрите. Теперь у нас строка сильно изменилась вроде как в нашем стеке. Поэтому ее надо от начала отследить. Но на самом деле она каким образом изменилась? У нее взяли какой-то суффикс, отрезали и заменили на одну букву s. А где мы были? А вот у нас было что? Давайте вспомним, что у нас было перед этой сверткой. У нас там было вот так. И у нас на самом деле было 0, 1, 2, 3, 4. Вот эти цифры соответствуют тем цифрам, которые нарисованы на этом автомате. Вот когда у нас было ничего в стеке, мы были там, где написано 0 в тех состояниях. Когда у меня была, открываю скобку, боеведницах и так далее. Теперь смотрите, когда я вот так вот стер, то где я нахожусь, где 1. Поэтому теперь я из того места, где 1, делаю переход по s. Куда я попадаю? Давайте смотреть. 1 у меня здесь нет перехода по s. Здесь есть вот сюда. И здесь нет перехода по s. В чем? 6. А, 5 уже было? 6, конечно, 6. Значит, соответственно, мы перешли вот сюда. И здесь, в том шаге, вот здесь находимся. Только здесь, а сюда нет перехода. Теперь скобка. Ну, если переход туда есть. Да. На практике, наверное, не можем хранить его? На практике мы, конечно, будем делать не так. В этом есть вопрос тоже в чате, как это хранить на практике. На практике мы детерминизируем этот автомат. Просто сейчас, прежде чем детерминизировать, хочу показать, зачем он вообще нужен, как он работает. После этого мы сейчас его детерминизируем, и будем по-другому хранить на практике все. Конечно же, мы не будем здесь хранить вот эти стыки чисел. А главное, нам нужно-то наоборот. Нам не постоянно знать, на каких шагах мы в нем были, а по шагу знать, на каких мы были на нем состояли. И нет смысла хранить те шаги, которые мы засняли со стэка, они, конечно, никому не нужны. Поэтому, на самом деле, все будет чуть-чуть по-другому. Потому что на недетерминированном автомате мы не будем, собственно... Итак, окей. Значит, хорошо, тогда, теперь, что дальше? 6 мы здесь. Перенос, перенос. Евгений, нам просто повторить, что происходит при конфликте перенос свертка? Происходит крэш. При конфликте перенос свертка все заканчивается. Если у нас конфликт перенос свертка даже с учетом нашего SLR, то есть если есть и переход по этому символу из хотя бы одного из состояний нетерминальных, в которых мы находимся, и есть терминальный, у которого follow в этом месте, то все. Это значит, SLR-анализ не справился. Эта эвристика наша посмотреть на follow оказалась недостаточной. Чтобы разрулить LR-анализ, нужно более мощный инструмент доставать, который мы сейчас сегодня рассмотрим в течение нашей лекции. Но пока SLR, значит, на этой тупой грамматике не волнуйтесь, у нас такого не будет. Итак, скупку перенесли мы, да, и перешли. Ну, шаг 7 у нас. На седьмом шаге каких мы состояниях? Давайте смотреть. Вот здесь, ну там же где-то 4, на четвертом логично. Так, теперь у нас, смотрите, более интересная ситуация. Нет, не более интересная ситуация, значит, на самом деле более интересная. Мы находимся в состоянии 7. Вот в этих состояниях, которые помечены числом 7. И у нас есть открывающая скобка. У нас есть вариант терминальности. Но он нам не подходит, потому что, открой скобка, не лежит follow.ts. Поэтому у нас взят перенос. Так, немного странная у нас уже картина в рабочем стеке. Какие-то закрылась, скобка открылась, скобка, но все под контролем на самом деле. У нас автомат все контролирует. А куда мы перешли? Ну, давайте смотреть. Из 7 пооткрываешь скобки. Отсюда никуда, отсюда никуда, отсюда вот сюда. Здесь 8, ну и прошли сразу обратно сюда. Хорошо, теперь, значит, закрывающая набор скобка. Как раз закрывающая скобка продвинуться мы не можем. Нет, отсюда нет переходов по закрывающей скобке. А свернуть как раз можем, что follow.test. Закрывающая скобка содержится. Значит, сворачиваем epsilon.less. Так, ну и переходы из восьмерки по s. Так, вот если что, мы уже перенесли и свернули epsilon.less. Это вот наше дерево, которое мы строим. Теперь мы делаем чего? Из восьмерки по s. Где мы? Тут, тут, тут. Нет перехода по s. Нет перехода по s. Тут теперь 9. Так, теперь вот у нас тут 9. Теперь 9. У нас нет вариантов свертки. Обязательно перенос. Переносим. По закрывающей скобке мы попадаем сюда, сюда и сюда. Теперь у нас, смотрите, как интересная история. Переносить уже нечего. Конец, да? Свернуть можем, потому что follow.test содержит конец. Сворачиваем. Значит так, это вот мы перенесли и свернули epsilon.less. Теперь из десятки перенос, переход по s. Здесь нет перехода, нет перехода. Здесь есть вот сюда. Так, таким образом у нас происходит свертка. По правилу из s в скобках s, s. Это соответствует тому, что мы вот здесь построили. Вот наше дерево. Вот так вот. Так, нет, не здесь, вот здесь пока что. Так, вот s. Так, а куда-то у нас потенциал скобка. Здесь все перенесено. Ну и все. Так, ну и теперь из семерки посмотрим. Скобка по s мы попадаем снова сюда. Наш очередной 12-й шаг. Мы находимся здесь. Сворачиваем. В скобках s. Так, хорошо. Значит, s вернули в s. Теперь мы находимся в нуле. Скобка тоже сделаем, да? И тут s. Из нуля по s. Ноль это здесь, здесь и здесь. Ноля по s. Переход только сюда. На счастливом 13-м шаге мы оказались здесь. И сворачиваем s в штрих, что символизирует допуск. Так, ну вот такой немного рептилоидный алгоритм. Какой бы сера работа в сравнении сочетать? Плюс один или минус один? В смысле? Как обычно, это край скобочная последовательность. Плюс один или минус один. А, ну логично, что гораздо хуже он работает, да? Но мы же его не ради правильно в скобочных последовательности изучили. Значит, на самом деле смысл здесь следующий. Мы... Итак, ну давайте сформулируем это. Итак, slr. Анализ. Устроимся еще можно. Шаг номер один. На вход подается грамматика. Шаг номер один. Строим LR0 автомат. LR0 автомат это вот то, что мы нарисовали. Алгоритм его построения, мне кажется, довольно очевидным. Это мы просто для каждой ситуации делаем переход из нее вперед. И эпсионом переходы в начало правил, если есть такая нефть. Теперь шаг номер два, который мы сейчас пока пропустили. Это детерминизация LR0 автомат. Сейчас мы ее сделаем. Детерминизация. Итак, шаг номер три. Шаг номер три. Это мы делаем по подетерминированному автомату, который мы получили. Мы строим так называемую управляющую таблицу LR0 анализа. С LR анализа она устроена так. Значит, вот у нас есть вот эти вот семейства состояний, которые мы тут получили, которые помечены одной цифрой. Это на самом деле будет одно состояние детерминированного автомата. Как вы понимаете, да? Соответственно, это одно состояние детерминированного автомата. В нем оно будет множеству состояний исходного недетерминированного. Детерминированного. Вариант номер один. Если множество состоит из одного состояния X и X терминальное, то управляющая таблица для SLR анализа говорит, делай свертку. Ну, давайте не X там на самом деле, да? Давайте вот так честно напишем. Из А в Альфа точка. С верткой по правилу из А в Альфа. Второй вариант. А, да? Вариант В. Если у нас там есть правило из А в Альфа точка, из Б в Бета точка и так далее. Так плохо рисую. Значит, из А в Альфа точка. Из Б в Бета точка и так далее. Вот есть сколько-то терминальных состояний. Есть сколько-то еще вариантов нетерминальных. Значит, из А. С сетом Альфа X точка X. Так, не Альфа. Господи, буквы. Сколько терминальных букв? Бал. Кси это и так далее. Тогда, значит, по фаллу от А свертка за в Альфа. По фаллу от Б свертка Б в Бета и так далее. По всем остальным символам перенос. Тут можно, поскольку этот метод, метод SLR анализ, он эвристический, то есть вот это использование фаллу, это является эвристикой дополнительной для того, чтобы принять решение переноса или свертка. Можно эту эвристику чуть усилить, не создавая конфликта переноса свертка, если нет, так все равно переходов по этим символам. То есть вот по X перенос. То есть если у нас там есть X это терминал, то по нему мы делаем перенос, если он есть после точки, если его нет, это не кстати после точки, но он есть в фаллу, то в общем-то конфликта это и нет. Если несколько фаллу пересекаются, это конфликт с вверх. Ну и наконец, если есть только переходы вида из А в Альфа точка X в B, из B в гамма точка Y в дельта и так далее, то по любому символу перенос. Ну опять же, тут на и так переноса, можем просто попасть в пустое состояние, в сток, да, состояние пустое множество детерминизированного автомата, который, ну ничего не дает. Так, ну хорошо, теперь, так, вопросы. Вообще поняли, откуда взялся, зачем нужен LR0 автомат? Почему он вообще, откуда он тут вообще возник? Он возник от чего? Мы хотим вот найти, вот смотрите, давайте я еще раз поясню, это как бы вот это дерево немножко визуализирует, ну и вообще общий пример, который мы рассмотрели. Но в целом, на самом деле, это, собственно, был основной прорыв открытия LR-анализа, это появление вот этого, того, что нужно, здесь нужен вот этот конечный автомат, да. Я не знаю, честно скажу, не специалист по истории науки, можете посмотреть сами, что из чего пришло, RL из LR-анализа или LR из RL, кто кого вдохновил, но похожа на самом деле вот эта история с вот этими ситуациями. Так, значит, смотрите, вот напомним, что мы ищем. Мы ищем основу, основа, это значит, из S мы приходим в альфа АТ, значит, дальше альфа гамма Т, дальше ка него XТ. Вот нас интересует вот этот шаг, чтобы можно было сделать это, поскольку мы при методе перенос-вертка с конца к началу двигаемся, с конца становим разбор, да. Вначале имеем все слово, а в конце остается только вот это S. Вот, мы вот этот шаг хотим сделать. Вот смотрите, давайте рассмотрим вот эту часть дерева разбора, которая нам пока неизвестна. она как-то выглядит, S вот как-то она выглядит, вот тут вот, это альфа, тут А. И у А мы предполагаем, что тут вот эта гамма. Мы эту часть дерева разбора не знаем, она нам неизвестна. Мы пытаемся ее угадать. Для этого мы строим вот этот недетерминированный автомат, который пытается угадать, как выглядит это дерево разбора. В чем угадывание заключается? Вот эти вот эпизон-переходы, это единственное, собственно, место ключевое, где у него недетерминизм. Он не знает. Вот тут есть, он начинает с S, он знает, что надо будет начать с S. И вот он пытается, вот он начинает с S, и он пытается какое-то угадать, как бы там мне придумать дерево разбора слева, чтобы вот эта альфа вывелась. Я же знаю, что там будет альфа, я не знаю, как она, ну, она как-то там дальше раскрылась, вот в этот X, который ее уже свернули, да? Вот он пытается, чтобы тут вот альфа как-то свернулась. И совпало вот с этой альфой. Соответственно, вот он делает, когда вот мы делаем этот эпизон-переход, это мы делаем все варианты, на самом деле, раскрытия, а дальше в тех ветрах развития, в которых мы можем продвигаться, мы продвигаемся, а те, которых не можем, они просто отмирают. Вот эта альфа, она нам известна, она лежит в рабочем стойке. И вот эта, если гамма нам известна, она тоже лежит в рабочем стойке. Если в конце мы пришли и оказались в терминальном состоянии вот этого, то это что значит? Это значит наше угадывание вот этих вот переходов, угадывание вот этой части дерева разбора, которая вывела альфу и дальше гамму, консистент с тем, чтобы сейчас гамму свернуть в А. Вопрос, но мы же не знаем, вот это Т, да, и это Т, но это ключевой момент, надо же еще, чтобы вот из правой части этого дерева сбора можно было вывести Т. Но это вот смысл, собственно говоря, вот этого числа 0 в LR0 анализе, или 1 сейчас будет в LR1 анализе, а у нас в LR это промежуточная версия между LR0 и LR1. Вот LR0, она считает, что он не хочет смотреть на это Т, он хочет угадать такое дерево разбора, чтобы оно подходило для любого Т. Если грамматика совпадает, если грамматика так устроена, что любое, какое бы там ни было Т, можно угадать такое дерево разбора, такой кусок дерева разбора всегда, что любое Т можно будет настроить, то это грамматика LR0. Мы формально примем, как я и говорил, знаете, сегодня не будем давать, но по смыслу вы должны понимать. Если первого символа Т достаточно, чтобы принять решение, чтобы угадать это дерево разбора, достаточно только первый символ Т смотреть, тогда это называется LR1 грамматика. Мы сейчас посмотрим, например. Мы сейчас на самом деле, у нас как бы достаточное, но не необходимое то условие, которое мы обсуждали. Наоборот, короче, частично правильно, я затремился, смотря в какую сторону записать следствие, частично правильно то, что мы делаем. То есть мы, если есть переход по этому символу, мы переносим, и это, ну, хорошо как бы, да, это нас двигает вперед, мы все еще находимся в консистенции. Если есть, это темно лежит в follow, то есть если вот мы эту часть угадали, это темно лежит в follow, но мы такие, б, ну, есть шансы, что сойдется, давайте свернем. А если он не лежит в follow, то точно, бессмысленно сворачиваю, точно не сойдется. Но это такая эвристика. Она обычно, в чем ее преимущество, зачем, почему нельзя сразу, не сделать сразу LR1 разбор, который мы сейчас рассмотрим. Потому что LR0 автоматом гораздо приятнее выглядит. Вот смотрите, он маленький. У него количество состояний ровно равно сумме длин правых частей плюс количество правил. Да, сумме длин правой части плюс один. Да, после детерминизации тут, как бы, как известно, может экспоненциально вырастить число состояния автомата, но на практике обычно вырастает не сильно. Сейчас мы детерминируем вот этот, увидите. Ну, собственно говоря, мы на самом деле уже посетили все возможные комбинации состояний. У него даже меньше сейчас будет состояния реальности. Вот смотрите, вот у нас какие комбинации типовые. Ну, вот это стартовая 0. Дальше типовые комбинации, вот эти вот, которые 1, 2, 8. Типовая комбинация 3, 6, 9. Вот эта типовая комбинация 4, 7, 10. Это вот эти плюс это. 1, 2, 8. Это вот эти плюс это. 5, 1, 12, 13. Состояние даже будет меньше сейчас у нас, чем было. Но в реальности, как вы знаете с курса дискредки, может быть им значительно больше экспонента. Так, секунду. Валер-1 автоматчик у нас уже будет формальный. Слушайте, у нас тут формальный алгоритм, у него все формально. Мы просто не отчерчиваем абсолютно четко, как он работает. Когда он работает, как он работает, у нас абсолютно формально. Это вопрос не совсем точный. Чем алгоритм неформален? Он абсолютно формален. Его можно закодировать. Более того, вы это будете делать. Так, уважаемые пользователи X, 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 Clues. Вы удовлетворены ответом? Или что вы подойдете по словам формального алгоритма? В плане того, что частичный успех. Ну, в плане того, что Валер-1 будет полный успех в том смысле, что если можно по этому одному символу точно понять, угадать дерево разбора или нет, то там, да, Валер-1 полноценно разборит символ будет полностью учтен. Так, ну давайте детерминизируем теперь этот автомат. Как я уже говорил, но мы же уже обсудили, что это очень легко. Так, давайте детерминизируем этот автомат, чтобы выполнить шаг 2, да? Так, ну смотрим. Для LR0 грамматик у нас полный успех. Ну, LR0 грамматик мы еще не видели на практике, согласитесь. Итак, значит, стартовое состояние. Ну, оно значит старт. Значит, смотрите, в детерминированной версии, давайте сразу детерминированной версии обычно формулируют сразу видеоуправляющие таблицы, давайте ее построим в видеоуправляющей таблице. Так интересно, у меня начала лагать ABS-студия, я с отставанием вижу себя здесь. Да, будет долго. Да, секунду. Интересно, почему? Ну да ладно. Так, такого вообще говоря не должно быть. Давайте мы группу трансляцию перезапустить. Может, там не надо. Не надо? Хуже не будет, думаете? Ладно, пусть будет так. Так, смотрите, значит, сразу строим видеоуправляющую таблицу. Значит, таблица у нас будет следующая. Вот у нас состояние, так, давайте-ка, вот это состояние немножко урежем. Так, вот тут состояние. Тут переходы, про переходы поговорим потом отдельно. Значит, так, твич, у вас там не лагает ничего? У вас звук там и изображение, например, нерасинхронное? Просто если звук изображения в рассинхронное, то оно, небось, и на запись рассинхронное, лучше тогда перезапустить, мне кажется. Все хорошо. Но тогда будем надеяться, что оно и у нас не бросило хронер. Спасибо. Так, ладно. Значит, стартовое состояние мы начинаем. Значит, у нас из S' в точка S и делаем ему Epsilon замыкание. То есть, куда мы можем до них пойти до Epsilon? Вот из S в точка S. С и из S в точку. Вот это состояние номер у нас будет 1. Хорошо, теперь, значит, какие есть переходы? Какие у нас есть? У нас есть детерминатор. По F4 не встречается в правых частях, поэтому не будем его делать. Значит, у нас есть S, скобка, скобка и конец. Из этого состояния по S, куда мы переходим? Ну, по S, вот здесь можно только продвинуть точку, здесь нельзя, да? Соответственно, по S мы переходим в S' в точку, во второе состояние. Значит, смотрите, по S, по S, по S, по нетерминалам. У нас нет вообще опции, это не связано с переносом или сверткой, да? А вот когда у нас терминал, то это будет сейчас уже связано с переносом или сверткой. Значит, теперь смотрим из вот этого первого состояния по открывающей скобке. Открываешь скобки, у нас были бы варианты переноса или свертка. Вот здесь у нас вариант переноса, и мы переходим в S. Вот так, в скобках S, вот такое. А вот здесь у нас вариант свертки, но свертку мы не делаем по открывающей скобке, потому что она не входит в полу от S, да? Тогда у нас, поешим по скобке, shift и переход в 3, да? Вот, shift и переход в 3. Теперь по закрывающей скобке. Что по закрывающей скобке происходит? Закрывающей скобке, наоборот, нам некуда перейти, зато она входит в полу от S, поэтому можно сделать reduce. Делаем reduce по правилу. Давайте правила эти пронимируем. Это у нас 1, 2, 3. По правилу номер 3. Значит, я чуть-чуть разную нотацию специально применил для переноса свертки, потому что у этих цифр разный смысл. Для переноса — это в какое состояние мы переходим после переноса, по этому символу. А для свертки — это по какому правилу мы сворачиваем. Иногда даже для пересвертки просто нижний индекс пишут. Reduce с индексом 3. Хорошо. Ну, по концу строки тут тоже надо сделать reduce 3. если у нас пустую строку, мы выводим. А мы не пишем, где мы оказываемся свертки. Что еще раз? Мы не пишем, где мы оказываемся свертки. А мы этого не знаем. А мы этого не знаем. А мы же свертка бывает потому, что снимается со стека. И надо смотреть, где мы там были в тот момент. Сейчас вы увидите, как это реализовать. Значит, хорошо. Теперь четвертое состояние. Так, четвертое. Второе состояние. Тут только свертка может быть. Пуфалу, а то штрих. Что фалу, а то штрих? Доллар. Поэтому вот здесь мы сворачиваем по первому символу. А по первому правилу, а вот по этим всем у нас произойдет в этом случае ошибка, если мы увидим этот символ. Так, теперь здесь. Здесь мы перед s находимся, поэтому по s надо замыкание. В замыкание добавятся наши любимые правила. s в точку. В копках s, s в точку. Значит, соответственно, по s мы передвигаемся и попадаем новое правило. Новое состояние 4. из s в точка скобка s. Вот, а по по открывающей скобке логично у нас тоже перенос. И в какое состояние мы попадаем. Ну вот вспомните, когда мы были вот в этом состоянии, это состояние 369, грубо говоря, нет, это состояние у нас что? 128. Из него мы попадали во что по открывающей скобке, когда переходим? В себя. Из 1 в 2 вот таким образом мы попали, да, помнишь? Так, а с другой стороны по закрывающей скобке по доллару мы сворачиваем по первому. Тут. Тут у нас только закрываешь скобки и перенос. Что третье? По третьему. По третьему. Сразу видно, Арсений уже изучал этот курс. Или до этого места еще не дошел тогда? Я в любом это пропустил. Такого не помнишь? Нет. Ладно. Так, по скобке позакрывай, что только есть перенос. Переносим, и куда мы попадаем? Вот это состояние четвертое, мы в нем бывали, это 369. Логично, в нем попадаем, то, что у нас здесь, это 4710, да, на один шаг перезел. Если тут это, это и это. Но на самом деле, у нас такого нет пока. Это из S в в скобках S, скобка точка S. Пятое состояние новое. И делаем замыкание, и описано. Добавляем вот это. . С, S в точку. Так, они в двиток. На самом деле, уже все рассчитано, оказалось случайно, правда? Все, ты не состоял. Что? Еще одно нужно. А, нужно. Еще одно нужно. Сами догадайтесь, какое. Два. Какое? Это 5,11, 12,13. 13 уже есть, это 2 по курсу. Так, ну все, значит, тут по S мы переходим, вот, собственно говоря, в новое наше состояние. 6 мы его назовем. Из S в скобках S, S в точку. А по остальной, по скобке, переноса, куда мы попадаем? Значит, 5 это у нас то, что 4,7,10. Из него мы попадаем, логично в 5. У нас не было, да, такой ситуации, что после этого мы сразу всегда туда попадаем. У нас S всегда приходило, но потенциально по открываешь скобки, мы можем попасть опять. Что еще раз? Из 7,8 мы приходим. А, из 7,8 мы приходим. Да, подкрываешь скобки. Попадаем. 8 это у нас, 8 это вот, 1,2,8. Это вот эти 3. Это вот это, да? Shift в 3. Так, по, здесь же, reduce по третьему правилу. Ну и, наконец, вот здесь, по follow-out S, reduce по второму правилу. Так, вот как видите, у нас даже меньше околочное состояние. Вот тут у нас было 8, а тут всего 6 осталось. И заодно, вместе с этим, мы построили с вами управляющую таблицу, управляющую таблицу, которая сразу, вот, третий шаг выполнил. мы второй и третий шаг, в некотором смысле, совместили в нашей вот этой сейчас процедуре. теперь, как ей пользоваться. Давайте ту же самую скобочную пластинку разберем с помощью новой таблицы. Это будет не так напряжно, как мы там делали. Итак, вот наш скобочный пластинок. делается так. Мы в стеке нашем будем храниться, вот мы здесь, мы заинверсим направление наших ссылок, вот мы хранили здесь в автомате, на каком шаге мы находимся в этом состоянии, вместо этого мы здесь будем хранить, в каком состоянии мы вот в этом автомате находимся. В начале мы логично находимся в стартном первом. И в первом состоянии по открывающей скобке нам говорят перенеси и перейди в третье. Окей, переносим. Переходим в третье. Теперь следующее действие по в третьем состоянии по открывающей скобке. Перенеси, перейди в третью. Лангард скажет. При наличии вот этой управляющей таблицы мозг уже становится не нужен. Хорошо. Вот мы находимся в третьем и закрываешь скобку. Третье закрываешь скобку, говорят, сверни по третьему. Третье это эпсел. Свернули. Теперь мы с третьего должны перейти по С. С третьего по С в четвертую. В четвертом состоянии по закрывающей скобке перенеси и перейди в пятую. Хорошо? Что забыл? Бери. Берей, забыл. А это еще не надо стирать. Так, в пятом по закрывающей скобке свернуть по третьему. Эпсел сворачиваем в С. Из пятого по С переходим в шестое. В шестом позакрываешь скобки и сверни по второму. Окей. Второе правило это из С в скобках С. С. Стираем правую часть. Тут получается С. Из третьего по С мы переходим в четвертое. Как видите, короче говоря, в чем, с одной стороны, в чем преимущество как бы разбора с помощью вот этой управляющей таблицы по сравнению с этим автоматом, который мы обсуждали. Что? Тут нет уже никакой логики, не нужна никакая. Не нужно ничего отслеживать, никаких структур данных, ничего. Были вопросы, как мы все это храним, да вот так. Вот мы храним таблицу. На самом деле, вот этот столбец, кстати, не нужен. Я его нарисовал справочный. То есть его после построения он уже не нужен. Он нужен только для построения. Для построения он нужен, потому что там известно, перед чем стоит тачка, то есть какие переходы есть. А после построения он уже не нужен, потому что там все довольно тупо. А вот когда она уже построена, то дальнейшая работа может быть выполнена, мне кажется, человеком, я не знаю, первокурсник, первокурсник слишком высоко квалифицированный. Можно кем угодно, так сказать, можно даже компьютером, главное. И не нужно вообще никак напрягаться. То есть абсолютно алгоритмическая деятельность. Ну давайте закончим, тут уже близко 4, закрываешь скобкой перенос 5. Перенос 5. 5, открываешь скобка. 5, открываешь скобка, перенос внезапно 3. Вот это та самая ситуация, которая, помните, нам показалась подозрительной немножко. 3, закрываешь скобка, свертка по третьему. Из третьего по S переход в четвертый. Четвертый, закрываешь скобка, перенос, переход в пятый. Вот обратите внимание еще раз, что мы каждый раз от начала стека не отслеживаем, потому что это не нужно. Хотя мы по смыслу, по смыслу алгоритма мы отслеживаем. Каждый раз мы проходим от начала стеков через весь наш автомат. То есть идея нашего алгоритма именно в этом. Но на самом деле с точки зрения реализации мы не откатываемся каждый раз к началу стеков, потому что это не нужно. Мы еще раз ту же самую строку собираем, она ничего не поменяется, так же пройдет логично. Так, отлично. Пятая и конец строки. Свернуть по третьему. Хорошо, по третьему свернули. Пятое по S, шестое. Шестое, конец строки. Свернуть по второму. Сворачиваем. На самом деле это все должно сопровождать рисованием дерева, но оно получится такое же, поэтому я сразу же позвоню и его не рисую. Окей, свернули. Значит, вот так. S. Пятое по S, переходим в шестое. Теперь шестое по концу строки. Сворачиваем по второму. S. Первое по S, переходим во второе. Второе по концу строки. Сворачиваем по первому. Штрих. Это до. Так, вот так работает LR0 разбор с дополнительной SLR эвристикой. с дополнительной SLR эвристикой. Так, ну теперь, если есть вопросы, давайте на них отвечу, если нет. после того, как мы свернули по второму, последний раз вот здесь. Ну вот, мы здесь свернули по второму. Ну вот, мы получили S и на S у нас первое состояние. Из первого состояния по S мы приходим во второе. Потому что на самом дне стека лежала первое, но стартовое. Первое стартовое. У него вход. Вот можно его изобразить. Старт. Окей. Значит, теперь следующий вопрос. Как избавиться от WD-веристики? Как избавиться от S в этом слове SLR? Simple LR. Ну, не то, что кстати, simple. Значит, смотрите, о недостатках я захотел сказать еще вот этих управляющих таблицей LR. Если LL управляющей таблицей вот это, помните, у нас было как бы для нерекурсивного разбора LL таблицу проще. У нее все-таки есть логика, которая такая же, как у рекурсивного спуска, просто реализована нерекурсивно. То вот здесь, глядя на вот эту таблицу, ничего не понятно. То есть вот эта таблица, по ней еще что-то можно понять, потому что она для очень маленькой грамматики. Плюс мы сами нарисовали вот этот автомат, мы с ним уже сроднились, мы понимаем, как он устроен и почему он так устроен. Если гипотетически взять хотя бы арифметическое выражение, там будет 13 строк в этой таблице. И как бы там будут все эти аналогичные промежуточные состояния. Как они соотносятся с реальностью, какое отношение они имеют к происходящему, вообще непонятно. Там вот эти цифры, какие-то перенос, свертка, перенос, свертка. Ее интерпретировать можно только окей, я компьютер. Перенос, свертка, перенос, свертка, перенос, свертка. Ничего более интеллектуального сделать невозможно. Из-за этого есть свои проблемы, которые связаны с тем, что это невозможно отлаживать. Если вы будете писать четвертую лабу и решите реализовать восходящий разбор, то если у вас что-то не заработает, то можно тушить сразу свет, вы не понимаете, что делать. До сих пор, поэтому, кстати, многие разборщики, генераторы, трансляторов, они генерируют нисходящий разбор не потому, что восходящий не умеют, а потому, что так как-то получается немножко все-таки более дружестный для человека. Ну и плюс, как мы увидим с вами дальше в нашем курсе, атрибутно-транслирующие грамматики, они более тоже консистентно разбираются при нисходящем разговоре. Там получается более связанный код с тем, что вы хотели увидеть, чем в случае восходящего. Так, ну давайте, у нас осталось мало времени, чуть-чуть как обычно мы заделемся, пока мы тут настраивали, выравнивали горизонт. Полноценный LR1 анализ. Значит, в полноценном LR1 анализе используется LR1 ситуации, в скобочках, пункты, айтемы. LR1 ситуация состоит из пары LR0 ситуации и символа нашего алфавита. это записывается это записывается вот так из а альфа точка бета С. Смысл ее в следующем, что мы вот строим наше дерево разбора и вот это символ С, это тот символ, который мы считаем допустимыми после вот этого А. То есть это то, что может идти после А в этой ветке развития нашего дерева разбора. То есть вот еще раз, что делает вот этот автомат предсказания основ? Напомню, он нам пытается предсказать, угадать, какое дерево разбора может быть, не детерминированно. Чтобы вот эту Альфу породить и ЛР1 автомат он не учитывает что там дальше. А вот это ЛР1 автомат, который мы сейчас построим, он учитывает что там будет дальше. Вот у него символ предпросмотра. Вот это символ предпросмотра то, что идет после этого правила. То есть он из А ожидает, что Альфа точка бета он выведет. Он ожидает, что из того, что он уже сожрал этот автомат, когда он пришел в эту ситуацию, он может вывести эту точку после А ожидает в виде С. То есть С это не после точки, а после А. То же самое, что follow от А. Помните, follow от А это грубый инструмент, потому что он не учитывает контекст. Давайте я покажу пример. Смотрите, я посмотрю такую грамматику. Из С в А А С из С в А Д из А из А в Х из Б в Х Сейчас мало. Ох, господи. Из С в А В С в Б разъявляем так, из С А Д из С в А из А в Х из Б в Х. Вот, давайте рассматриваем вот такую грамматику. Смотрите, когда мы находимся в состоянии из С в А А Если мы считаем АХ, то мы будем находиться в состоянии из С в А Считаем А точнее из С в А точка А С из С в А точка В Д из А в точка Х из Б в точка Х Теперь мы допустим считали Х по Х мы из этого состояния перейдем в какое состояние мы перейдем в состояние из А в Х точка из Б в Х точка и мы в тяжелой ситуации на самом деле потому что мы в Д входит Фа лот А и С входит в А лот А если снять символ С то все легко мы в А сворачиваем то есть если снять символ Д то мы не знаем свернуть в А или в Б потому что Д входит в фало от А но на самом деле в этом развитии событий когда мы сюда пришли Д не может идти после А в этом месте только С может идти после А это вот в этом если бы первым символом был С тогда бы Д могло идти после А сейчас если Д то значит точно Б но вот СЛР-анализ он не может с этой ситуацией справиться потому что он не знает как бы точно а вот ЛР-анализ который мы сейчас сделаем он сможет давайте смотреть значит как устроен переход ЛР-1 автомат он устроен так же как ЛР-0 автомат но только его состояние это ЛР-1 ситуация как устроен переходы переходы ЛР-1 автомат перехода ЛР-1 автомат устроен следующим образом значит смотрите вот у него есть состояние из А в Альфа точка если точка стоит перед не терминалом так не ну неважно перед любым символом то мы по Х просто переходим в из А в Альфа Х точка Б а С остается то же самое логично потому что С это то что после А идет оно может остаться если точка стоит перед а так же сейчас подождите если Х не терминал то тут есть также переходы Эпсон переходы вот давайте посмотрим куда же тут Эпсон переходы значит из Х в точка гамма а какой написать символ предпросмотра вот давайте почти если это Эпсон почему плюс дол а плюс с а здесь мы пишем все символы из first от btc ну это как раз спасает нас от эпсон потому что c не пустой даже если он доллар все но мы разрешаем его сюда встать и поэтому здесь не будет эпсон теперь а как построить управляющую таблицу ну ну и все вот так он строится терминальные те где точка стоит в конце стартовая это эпсон замыкание состояние ну того же самого из-за штрих в точка s смыкание просмотра доллар а как устроен как строится управляющая таблица lr1 автомат ответ да собственно говоря так же как lr0 как slr только со следующим исключением значит что вот здесь мы на пересечении правила и символа а пишем свертку если у нас здесь правило из-за в альфа точка символа предпросмотра а тогда мы сворачиваемся мы видим символа мы как раз знаем что он нам что он валиден он подходит а вот если здесь символа предпросмотра другой то мы не делаем здесь свертку по этому правилу в частности вот в том примере который я осматривал там вот то состояние оно будет из а точка x символа предпросмотра мы можем а вот под c или из b точка x символа предпросмотра d из него по x дальше мы перейдем из а x точка символа предпросмотра c из b x точка символа предпросмотра d и по c здесь свертка а а по d здесь свертка И можно доказать, чем мы, возможно, займемся на следующей паре. Ну, чтобы, если правильно дать определение LR1 грамматики, собственно говоря, ну, по смыслу оно должно быть именно тем, что можно понять решение о свертке, зная, что мы полностью считали, и следующий символ, что вот в этом автомате не будет конфликтов тогда и только тогда, когда грамматика LR1. Это, в принципе, на самом деле даже может быть достаточно интуитивно понятно. Вот, а что, более интересный еще момент, более интересный еще момент, это что можно с оптимизировать. Этот алгоритм LR1, он очень неэффективный, он строит огромные таблицы, то есть для арифметических ворожений там 18 или 19 состояний получается. Очень неэффективные таблицы, даже, хотя сейчас в компьютерах много памяти, это более актуальная была проблема в середине прошлого века, когда были изобретены все эти методы, сейчас-то память никого особо не волнует. Но даже сейчас огромными такими таблицами не очень удобно пользоваться, они тормозят как при работе, при компиляции генераторов, трансляторов и так далее. Поэтому, на самом деле, есть способ значительно уменьшить размеры таблицы, он называется LALR-разбор. Итак, в следующей серии мы поговорим о теоретических основах LR1-разборов, почему вот все те алгоритмы, которые мы сегодня рассмотрели, они работают правильно. Ну, хотя это, на самом деле, как ни парадоксально, хотя они довольно странные, но, в общем-то, довольно очевидные. А во-вторых, как еще одну промежуточную стадию, которая лучше, чем SLR, но хуже, чем полноценный LALR-разбор, но по вычтительной мощности, но значительно лучше, чем LALR-разбор по размеру руляющих таблиц. Так, а на сегодня все. Значит, остановим запись и посмотрим, что будет, потому что я, честно говоря,